Привет, друзья мои, я Олеся Медведева, а вы смотрите новый выпуск Ясно Понятно блога на канале страны. Вы наверняка знаете, что Петр Алексеевич свою партию собирает вообще просто сливки сливочные от этого общества. И иногда им хочется настолько возвыситься над другими людьми, что они предлагают тех, кто им не нравится, ну, я не знаю, например, поразить в правах. В Одесском гурсовете есть такой депутат от Порошенковской партии Евросолидарность Андрей Вагапов. Так вот он предложил, ну, так аккурат поделить украинских граждан на правильных и неправильных. Неправильные, как вы думаете, кто? А да те, кто поддерживают Россию. Для этого он предложил ввести паспорт негражданина. Какая свежая идея. По примеру, Эстония и Латвия. У них же там, ну че, работает. И я напомню, друзья, что в этих двух странах паспорт негражданина как раз-таки выдают русскоязычным жителям, поражая их в правах, лишая их, в том числе, возможности голосовать на выборах. И я вам скажу, что это не первая инициатива вот такая. Но они довольно плотно начали проявляться вот как раз-таки в период, начиная с 2014 года, то есть после Майдана. Это проявлялось как на уровне политиков, так и отдельных, ну типа всяких там лидеров общественного мнения. Но вот незадача для этих людей существует Конституция Украины, которая запрещает сужать существующие права граждан Украины. А в Уголовном кодексе есть 161-я статья, которая предусматривает ответственность за нарушение равноправия граждан. Но, как вы понимаете, ни Уголовный кодекс, ни Конституция Украины не останавливает политиков. Например, тех же слуг народа, которые регулярно предлагают внести какие-то нормы, которые и законы, и Конституцию нарушают. Но давайте, друзья, разберемся, а как вообще работает этот институт неграждан в Латвии. И вспомним, а кто еще в Украине предлагал лишать граждан прав. Смотрите до конца, и все станет ясно и понятно. Что ж, начнем с Вагапова в Одессе. В эфире местного телеканала Думская НЭД буквально недавно этот товарищ заявил, что необходимо вообще принимать в Украине непопулярные решения, которые будут приносить результат. Ведущая телеканала начала спрашивать, а что делать с теми людьми, которых очень много и которые поддерживают Россию. На что Вагапов сказал стоямбо, никого вывозить никуда не нужно, а надо просто ввести паспорт негражданина. Так это сделано, по его словам, в Латвии, Литве, Эстонии, в европейских постсоветских странах. И Украина, мол, должна была это вообще давно сделать. Такие странные идеи звучат, как я уже говорила, не впервые. Напомню, что в программе политической партии Национальный корпус Андрея Белецкого четко прописано деление украинцев на высший и низший сорт. Эта партия ультраправая и вот это деление, это чуть ли не один из самых важных пунктов программы. И звучит он так. Внедрить на основе опыта стран Балтии модель разных форм гражданства в зависимости от правосубъектности лица. При этом взгляды Белецкого и партии Национальный корпус не поменялись до сих пор. А то было написано в 16-м году, когда партия создавалась. Руководитель главного штаба Национального корпуса Максим Жорин говорил, что после того, как мы вернем Донбасс в Украину, надо ввести особую паспортную политику. По ней в течение полугода жители неподконтрольных ранее уже Донбасс вернули. Жители этих территорий будут иметь полгода для того, чтобы добровольно сдать оружие и паспорт гражданина России, если тот у него имеется. А те, кто этого не сделают, потеряют украинское гражданство. Цитата звучит так. Здесь мы можем воплотить опыт балтийских стран с созданием института неграждан. Именно благодаря этому они смогли отстранить от избирательного процесса нелояльную к стране часть населения, ностальгирующую по СССР. Об этом сказал он во время круглого стола Крым и Донбасс варианты возвращения буквально вот в марте 2021 года. Я напомню также, что в 2017 году Мустафан Аем, когда он был еще в блоке Петра Порошенко, предлагал лишить права голоса на выборах переселенцев. У нас сотни тысяч людей, которые зарегистрированы на подконтрольной территории, приближенные к линии фронта, являются переселенцами, но на самом деле они живут на той территории. Центр жизненных интересов у них там. Они так или иначе сотрудничают с этой властью. Если мы позволим выборы даже на местном уровне, мы получим уже на наших территориях власть, которая будет напрямую представлять интересы не совсем украинских сил. Но, скажем, по чесноку, да, как говорится, Мустафан Аем также не совсем представляет интересы украинских сил, точнее совсем не украинских. Кто только не предлагал на самом деле поразить жителей Донбасса в правах. Это также в 2018 году делал и Арсен Аваков на посту министра МВД. Он предлагал на 5-10 лет забрать у жителей ДНР и ЛНР право голосовать. И сказал, что вообще надо им по-новому паспорта выдавать, пусть просят. Чтобы не давать паспорт кому попало, надо каждому провести проверку. А как вы хотели? Несколько, мягко говоря, неоднозначных инициатив предлагали слуги народа. И мы их с вами в ясно-понятно блогах уже разбирали. Например, закон о коллаборантах и закон о переходном периоде, который уже раскритиковали в ООН. Прямого поражения в правах там вроде как не написано, да? Хотя, например, вводится ответственность за выступление на российском телевидении. При этом есть определенные формулировки, которые подразумевают лишение гражданства определенных людей. Если житель ДНР, ЛНР или Крыма добровольно принял российское гражданство. В более ранней версии законопроекта о переходном периоде предлагалось запретить проводить выборы на этих территориях на два года. Потом его, конечно, убрали, но тем не менее, как говорится, осадочек остался. Хотя ложечки, как в том анекдоте, так и не нашли. Например, такая риторика была и у майдановского активиста Александра Данилюка. Еще в самый первый год войны рассматривал человек идею лишить определенных граждан политических прав, ну и вообще выдать им паспорта негражданина. Историк Вахтанг Кипиани в 2016 году называл определенных украинцев идиотами, преступниками, почвой для российского влияния. А также часть украинцев предлагал, ну, лишить гражданства, как вот в странах Балтии. В том же 2016 году подобную инициативу предлагала и Лариса Ницой. Да, детская писательница, говорите, да? В 2017 году Виталий Гайдукевич, будучи ведущим Порошенковского пятого канала, предложил лишить права голоса на выборах людей, которые, как он выразился, думают, как враг. При этом тоже ссылался на Прибалтику. Проблема это люди, которые думают так, как враг. Они не замечают российской агрессии, считают, что украинская армия обстреливает детей Донбасса. Они не хотят помогать войску и агрессивно относятся к тем, кто это делает. К военным также агрессивно относятся. Они говорят, я их туда не посылал, они сейчас где-то рядом со всеми нами. Они, если боже избавь, российские танки окажутся где-то в середине Киева, будут первыми, кто принесет оккупантам цветы. Потенциальные коллаборанты, как на них реагировать с аналогичной проблемой столкнулись в свое время страны Балтии лет 20 назад. Ну, скажем, Латвия ввела статус негражданин. Не признаешь, что СССР – это оккупация, не знаешь язык страны, в которой живешь, не знаешь истории страны, в которой живешь. Негражданин и не имеешь права голосовать на выборах. Престарелый шоумен и бывший ведущий программы «Караоке на Майдане» Игорь Кондратюк тоже предлагал лишить людей, живущих на Донбассе, права голоса на выборах. Кто не хочет в течение трех месяцев покидают Украину в любом направлении, Украина им за это выплачивает выездные с условием не возвращаться в Украину в течение 50 лет после выезда. Те, кто останутся на 10 лет, теряют свое избирательное право в Донецкой и Луганской областях избираться на выборные должности и служиться в полиции в течение 10 лет будут иметь право только те, кто с начала лета 2014-го жили на подконтрольной Киеву территории. Про Остапа Дроздова говорить даже не будем. Все прекрасно знают, что он там отжигает, что регулярно подпадает под 161-ю статью Уголовного кодекса. Но эти дела, как вы помните, не расследуются. Экс-нардеп Николай Томенко в январе 2020 года писал, что малорос или ватник не могут быть гражданами Украины. Если человек не чтит свою страну, ее историю и язык, он не имеет права быть гражданином этого государства. Настало время для получения или подтверждения гражданства ввести экзамены на знание украинского языка, истории и конституции. В мире 193 государства, и среди них есть те, в которых освещены и заасфальтированные улицы. В связи с тем, что все постоянно ссылаются на страны Балтия, давайте посмотрим, как эта система, как институт неграждан работает в Латвии. Неграждане – это специальный юридический статус. Все началось после того, как страны Прибалтики вышли из состава СССР. После того, как страна стала самостоятельным государством, возник вопрос, кому давать гражданство Латвии. Было принято решение, что оно автоматически выдается только прямым потомкам тех, кто жил в Латвии до ее вхождения в Советский Союз, то есть до 1940 года. А большинству всех остальных людей, которые оказались в новосозданной теперь уже стране после распада СССР, был дан статус негражданина. Преимущественно его дали русским, белорусам, украинцам и людям других национальностей, которые попали в эту страну после того, как она вошла в Советский Союз. Давайте посмотрим на статистику. По состоянию на 1 января 2021 года по данным регистра жителей в Латвии проживало 209 тысяч семь неграждан из 2 миллионов 69 тысяч 89 человек, что составляло около 10 процентов. Ну, чуть больше. Среди них русские это 65,5 процентов от общего количества неграждан, белорусы почти 14 процентов и украинцы почти 10. Неграждане имеют латвийские паспорта, но они не красного цвета, как у граждан, а темно-фиолетовые. В них в графе гражданства, оно там есть, написано иностранец. Неграждане имеют полное право на проживание в Латвии, но при этом лишены важнейших гражданских прав. И среди них они не имеют права голоса на выборах, не могут служить в армии, не имеют права работать в правоохранительных органах, охране тюрем, быть чиновниками, адвокатами и нотариусами, фармацевтами, работниками службы государственных доходов, ЗАГСов. Ограниченные в приобретении недвижимости не имеют права иметь в собственности земли на морском побережье, лесные и сельскохозяйственные земли. Ограниченные в подсчете пенсионного стажа не получают пенсию за стаж, накопленный в других республиках бывшего СССР. Негражданина могут выслать из страны в любой момент. Негражданину приобрести статус гражданина возможно, но это сделать крайне сложно. Сегодня же в Латвии ежегодно от статуса неграждан к статусу гражданина переходит 2-2,5 тысяч человек. Наиболее распространенные способы, как это сделать. Нужно прожить с гражданином Латвии в браке не менее 10 лет. Быть родителем ребенка, который старше 15 лет и проживавшим в стране более 5 лет, который получит гражданство по праву почвы. Если у негражданина есть основания натурализоваться, он, помимо всего прочего, должен еще сдать экзамен на знание государственного языка Латвии. И скажем так, у страны есть масса проблем с негражданами. Они объединяются в группы и регулярно подают иски о нарушениях прав человека. И часто выигрывают международные суды. Европейцы настоятельно рекомендуют Латвии присвоить негражданам право голоса на муниципальных выборах. Упростить натурализацию и сократить вот этот разрыв в правах. Из-за международного давления с 1 января 2020 года в Латвии приняли поправку. Дети, родившиеся в Латвии, автоматически получают гражданство. По нисходящей линии такой статус могут получить их родители, которые имеют статус неграждан. Но в целом эти дискриминационные нормы в Латвии не отменяют. Ну и собственно также интересный вопрос. А получится в случае чего в Украине реализовать институт неграждан? В Латвии же статус негражданина был закреплен в конституции этой страны изначально. В Украине же на основании действующего законодательства это сделать невозможно. Нужно сначала внести поправки в эту самую украинскую конституцию. При этом у неграждан Латвии никогда не было латвийского гражданства. В то время как в Украине предлагают давать статус негражданина тем людям, которые уже имеют украинское гражданство. То есть забирать у них статус гражданина и выдавать им статус негражданина. И хотят лишить этого самого гражданства, насколько мы понимаем, жителей Донбасса, русскоговорящих, тех, кто хочет мира с Россией, тех, кому не нравятся националисты и все связанные с ними заявления, переименование улиц, искажение истории и так далее. Это миллионы людей, подавляющее большинство которых всю жизнь прожили в Украине, прожили на этой земле. Ну и как вы понимаете, сделать негражданами людей предлагается по чисто политическим причинам. То есть кто достоин быть гражданином, а кого надо поразить в правах, будут решать чиновники, ну судя по всему, я не знаю, на глаз. Ну или подоносом там, а у моего соседа в гараже валяется шапка-ушанка, я ее видел, а на ней там вот серп и молот или красная звезда. Причем интересно получится, что во многих регионах Украины потенциальных неграждан может оказаться больше, чем титульных граждан, что может привести к вполне очевидным последствиям для территориальной целостности Украины. А что вы думаете, кстати, друзья, об институте негражданина и его, возможно, введении в Украине? Да или нет? Ну и вообще свое мнение по этому поводу, пожалуйста, пишите в комментариях. А на этом у меня пока все. С вами была я, Олеся Медведева. Ясно-понятно, блог на канале страны. Не забывайте подписываться на наш канал и нажимать колокольчик, чтобы ничего не пропустить. А самые оперативные и горячие новости вы можете читать у нас в телеграм-канале «Политика страны». Скоро увидимся. Пока.